Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. И мы читаем первые два стиха. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия, они были судьями Версавии. Книги царей – это настоящие учебники политической, теократической деятельности, древних царей и правителей, которые, эти тексты, могут стать назиданием для всех людей, которые стремятся к общественному и государственному порядку. Что мы здесь видим? Мы видим, что пророк Божий Самуил состарился, и он поставил своих сыновей, чтобы они судили народ Божий. Они были судьями Версавии. Что значит Версавий? Самуил, пророк Божий, он обходил разные города, а эти осели в определенной местности и требовали, чтобы к ним приходили люди. В отличие от своего отца, сыновья Самуила, они не захотели страствовать по еврейским городам и там исполнять свои обязанности судей. Вместо этого оба они предпочли обосноваться в Бейершеве, то есть Версавии, и евреям приходилось к ним ездить на суд издалека. Кроме этого, как говорится в еврейской традиции, они создали в Версавии, в Бейершеве обширный и дорогостоящий бюрократический аппарат. Потому что, когда ты принимаешь в одном месте людей, тебе нужны секретари, помощники. И всем этим людям требовались какие-то средства для существования. И все это приходилось оплачивать простым евреям, которые приходили на суд. Имя Иоэль означает Господь Бог. А имя Авия – Отец мой Господь. То есть у них были такие хорошие имена, но, скажем так, их нравственно-моральные качества, они не соответствовали тем именам, которые они носили. И то, что пророк Божий Самуил, Шмуэль, он состарился, это была трагедия для еврейского народа. И вскоре евреи ощутили, что им чего-то не хватает в такой ситуации. Потому что сыновья Самуила, они не устраивали народ Божий. И мы об этом так и читаем далее, третий стих. Но сыновья его не ходили по путям его и уклонились в корость, и брали подарки, и судили привратно. Вот это опасность для любого человека, который оказывается во власти, когда он не ходит путями своих предшественников, которые более трудолюбивы. Когда он уклоняется в корость и берет подарки, то есть взятки, и как следствие этого эти сыновья Самуила и судили привратно. Сначала они вместо того, чтобы, как их отец, ходить по еврейским городам и вершить суд на месте, безвыездно осели в одном месте. Затем начали требовать от приходящих к ним на суд евреев оплаты как своего труда, так и работы их песцов, глашатаев, скороходов. Затем начали брать взятки, а взятки привели к тому, что они начали вершить неправедный суд. И надо сказать, что в книге «Исход», 23 глава, 8 стих, прямо сказано, что подарки, так называемые подарки, ослепляют глаза судей и искажают слова праведных. Блаженный Иероним пишет. Ты верно тешишь себя тем, что епископ, который полагал тебя в диаконы, человек святой, и что заслуги его загладят твои прегрешения. Выше я уже говорил, что ни отец за сына, ни сын за отца не получает наказания. Душа согрешающая, та умрет. Вот и Самуил имел сыновей, которые забыли страх Божий, уклонили себя в корость и брали подарки, и судили привратно. Наверное, для того, чтобы чиновник состоялся в нашей стране, ему надо обязательно изучать книги царей, где как раз говорится о попытках теократического управления народом Божьим и какие были достижения и провалы на этом пути. И мы читаем 4 стих. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму. Упомянутые здесь старейшины, старцы, это главы колен, и причиной их прихода к Самуилу было то, что филистимляне в тот период подняли голову, снова начали притеснять евреев и вторгаться на их территорию. А с другой стороны, вот это неудачное управление сыновей Самуила, их неправедные суды, все это создавал очень дурной фон. То есть агрессия извне, отсутствие порядка внутри страны, все это приближало хаос. И далее мы читаем 5 стих. И сказали ему, то есть Самуилу, вот эти старейшины, старцы, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Вот здесь мы видим, что делаются неправильные акценты этими старейшинами. Если бы они сказали, поставь над нами царя, чтобы он вершил суды Божия, как и написано в книге Второзакония, когда придете в землю обетованную, построите храм, разрушите идолов и поставьте над собой царя, то, конечно, бы Самуил не возражал против этого. Но они говорят очень неправильно. Они говорят, что им нужен царь, как у прочих народов. Как у прочих народов. А какие же там были народы? Там были языческие народы, которые поклонялись и служили бесам. И только один маленький народ, еврейский, в то время исповедовал принципы единобожии. Когда они говорят, мы хотим, как у прочих народов, это можно понять, что у них даже и стремление к изолопоклонству обозначилось. Потому что языческие народы, соседние народы, они именно обожествляли своих царей и своих правителей. И это была серьезная проблема. Давайте посмотрим, что пишет Блаженный Августин. Некоторым лишенным терпения Господь во гневе споем дарует то, о чем они его просят. И мы читаем о том, что просили израилетяне, что получили, и о том, как, когда прихоть развращенного народа была удовлетворена, Господь поразил его весьма великой язвой. И когда они попросили того, Господь дал им царя, как о том сказано, по голосу народа, но не голосу Господа. И об этом записано на тот случай, чтобы если кто в ответ на горячую свою молитву, услышанную свыше, получил желаемое от Господа, а именно то, что куда лучше было бы для него не получить, не слишком много, высоко возомнил о себе. И на тот случай, чтобы никто не пал духом и не отчаялся в милости Божией, когда мольбы его не были услышаны, в особенности же, когда просил о чем-то, что принесло бы ему больше горести. и страдания, когда бы получил то, о чем просил, а не то и приблизил бы свое духовное падение, развращенное непомерным своим процветанием. На все те случаи, когда мы обращаемся с молитвой к Господу, не ведая того, что сами и спрашиваем, и не разделяя того, о чем мы воистину должны молить Бога. Что значит молить Бога? То есть сначала надо узнать волю Бога, а вот то, о чем мы просим, Господь это одобряет или нет? Без сомнения, Господь не одобрял то, что они хотели царя над собою, как у прочих народов. Кстати, наша страна все время, она следует за зигзагами политических доминирующих систем на этой планете. Когда мы отказались от коммунистической идеологии, как господствующей идеологии, у нас тогда были генеральные секретари, мы сразу объявили, что нам нужны президенты. Есть какой-нибудь диктатор, захватит власть на планете, может быть, следуя за этими зигзагами политических новаций, мы будем требовать диктатора вместо президента и так далее. То есть стремление сообразоваться с этим миром, оно очень опасно. И апостол Павел в послании к римлянам пишет верующим «Не сообразуйтесь с веком сил». То есть нам не надо перенимать поведение других людей, их стратегию политического домостроительства, и не надо, чтобы как у других и прочих народов. Надо так выстраивать модель жизни общественной и государственной, как это соответствовало бы воле Божией. И святитель Иоанн Салтаус пишет, «Счастье легко может обольстить и развратить людей невнимательных». Вот, например, иудеи еще вначале, пользуясь покровительством Божиим, домогали все закона, по которому управляются царства языческие. И в пустыне после Манны вспоминали о луке, который ели в Египте. Так точно и теперь, отказываясь от царства Христова, они провозглашают над собою царство Кесарева. И апогеи падения этого народа, когда они действительно кричали, нет у нас другого царя, кроме Кесаря, как бы никто нам не нужен. И Господь оставил их один на один с этим Кесарем, когда в 70-м году император Тит совершает осаду Иерусалима, уничтожение Иерусалима и храма, потому что Бог наказывает людей, через их грехи сокрушая их ложных богов и их идолов. На самом деле период управления царей он не был самым удачным периодом в истории еврейского народа. Даже когда династия Саула пресеклась, он был из дома Вениамина и будет царем Давид из дома Иудина, все эти цари, которые царствовали над еврейским народом, даже праведные, благочестивые, они слишком заняты были сами собою. И вот есть интересное свидетельство. Это четвертая книга царств, 23 глава, 21-22 стих. Здесь сказано, «И повелел царь Иосия», это по-настоящему был праведный правитель, всему народу сказав, «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в всей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. Это трудно объяснить. Но эти цари были так заняты собою, что ни один из них не праздновал Пасху. Ни цари израильские, ни цари иудейские, и только вот царь Осия, он издал такое положение, указ озвучил, что надо, чтобы Пасху все-таки праздновали. И далее мы читаем седьмой стих «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Собственно говоря, самая совершенная форма управления – это теократия, когда Бог царствует через пророков и священников, судей над своим народом. А здесь евреи хотят царя наподобие тех царей, которые у других народов. Поэтому Господь говорит Самуилу, что в этом есть даже элемент отречения от Бога. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня, оставляли меня, служили иным богам, так поступают они и с тобою». Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И действительно мы знаем, что когда был исход из Египта, они даже богом своим объявили золотого тельца. Нечто подобное происходит с нашей Руссией. Не успели мы выйти из 70-летнего безбожного Египта и дойти до православного ханаана Святой Руси, как нам уже подсунули в пустыне бездуховности и безнравственности культ золотого тельца, стремление к обогащению и взаимной конкуренции. И это стало как бы новой национальной идеей. И похоже, что мы должны будем все лечь костями в пустыне, а православный ханаан отстроят уже те, которые без такого чувства пресмыкания перед земной властью будут трудиться в последующих поколениях русских православных людей, если только само имя русского человека сохранится в ближайшие десятилетия и столетия. Итак, Господь говорит, послушай голоса их, только представь им и объяви права царя. О правах царя собственно говорится в Пятикнижии Моисея здесь пророк Самуил как бы повторяет все эти права и обязанности перед царями. И мы читаем. «И пересказал Самуил все слова Господа народу просящему у него царя и сказал «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами, сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим и сделает садниками своими и будут они бегать перед колесницами его и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесяти начальниками и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его и дочерей ваших возьмет чтобы они составляли масти и варили кушанье и пекли хлеб и поля ваши и виноградные и масляничные сады ваши лучшее возьмет и отдаст слугам своим и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим и рабов ваших и рабынь ваших и юношей ваших лучших и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела от мелкого скота вашего возьмет десятую часть и сами вы будете ему рабами и восстянаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Итак, законы о царях предусматривали, что цари брали себе лучших людей, лучших юношей, лучших девушек, лучших мастеровых, лучших воинов, и пользовались плодами садов, урожаем полей. Правда, все это было не безвозмездно. То есть цари обязаны были выплачивать за то, что они брали, и мы видим об этом информацию в последующих книгах царей, и они могли брать, скажем так, без оплаты только во время военных действий, когда сторона действительно на грани уничтожения, вот тогда все обязаны предоставлять помощь царю бесплатно. Во всех других случаях казна откупалась от народа тем, что выкупали что-то необходимое для царского дома. И далее мы читаем, но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, «Нет, пусть будет царь над нами». Казалось бы, Самуил рассказал, какие проблемы могут возникнуть с этими царями, но народ упорно отстаивает, «Нет, пусть будет над нами царь». И здесь уже отголоски от того, что произойдет потом, когда они будут кричать, «Нет, над нами царя, кроме Кесаря», а царя, царей Христа предадут смерти, когда будут вопить, распни, распни, распни его. И 20 стих, «И мы будем, как прочие народы», говорили они. Мы, россияне, похоже, тоже все время хотим быть, как прочие народы, не понимая того, что, во-первых, Россия — это и не Европа, и не Азия, это Север. А потом забывая о том, что у нас есть свой самобытный путь, к которому мы должны идти, продолжая традиции наших предков. А не копировать слепо и бездушно все то, что нам предлагают. А тут они говорят, «И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». Ходить пред нами, то есть вместе с нами ходить на войну. Хотя царям не разрешали принимать участие в военных действиях, но некоторые из них это допускали для себя. Но в случае с Давидом ему потом даже запретили участвовать в военных действиях, объясняя, что если он погибнет, тогда все рухнет. А если он будет только руководить военными действиями, это большее благо. «И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил израильтянам, пойдите каждый в свой город». То есть решение было принято народом. Самуил только согласился с этим решением в той мере, как Господь сказал, ну если они так хотят, пусть они так и поступают. Но на самом деле это было неправильное решение избирать царя, как у прочих народов. Потому что наши цари должны быть помазанниками божьими, а не так, как у прочих народов. Это какие-то такие башки, стуканы, когда этих царей объявляли богами или полубогами. Мы знаем в том же языческом Риме каждый император считался божественной личностью. И даже при живых императорах ставили храмы, посвященные им и их именам, которые назывались храм-гению императора. Вот так власть превозносить нельзя, ни в коем случае. Потому что власть — это люди, как порок Исаия говорит. «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». То есть он сегодня жив, а завтра умер. И в Псалтире сказано, «Не надейтесь на князя, на сынов человеческих, ибо в них нету спасения».